Сегодня автографы раздают не звезды шоу-бизнеса, а люди, связанные с достопримечательностями Владивостока. Каждому из них выпала честь подписать первый набор открыток с видами Приморской столицы. В состав набора вошли 12 отдельных открыток и обложка, разрезав которую можно получить две дополнительные открытки. Конечно, карточки с видами Владивостока не новшество, но эти маркированные. И отличаются тем, что их можно отправлять по России без дополнительных марок. То есть, можно сказать, это первый официальный набор. Его тираж всего 5000 экземпляров, и во Владивостоке из этого количества останется совсем немного. С одной стороны это плохо, а с другой это хорошо. Открытки разойдутся по всей нашей стране. Я уверен, что они будут пользоваться популярностью у коллекционеров и за рубежом. Идея создания набора принадлежит московскому издательству. Там мы решали, какие фотографии в него войдут. Отсматривали снимки владивостокских фотографов и предлагали им публикацию на памятных открытках. Причем, по каким критериям отбирали достопримечательности, неизвестно. Их почему-то устроила вот эта фотография военного санатория моя, которая сделана аж в далеком 2006 году еще на какой-то позапрошлый фотоаппарат. И Динамо, стадион. На презентацию набора пришли истинные ценители открыток, коллекционеры и пасткроссеры. Люди, которые обмениваются карточками по всему миру. Они сразу определили для себя ценность набора. Я занимаюсь пасткроссингом уже несколько лет и слежу за всеми теми наборами владивостокскими, которые выпускают. Из набора мне очень понравился детский центр «Океан», Дальневосточный федеральный университет с мостами, конечно, и вот Приморский эрмитаж. К слову, первый набор с автографами подарят на память Приморской картиной галереи и другим музеям города. А неподписанные открытки можно приобрести в почтовых отделениях по всему Приморскому краю. Карточки продаются только наборами. Их цена на сегодняшний день – 312 рублей. На сегодняшней презентации на открытки можно поставить датирование специальным штемпелем. Это означает, что с этого дня они войдут в почтовый оборот. А еще такие датированные открытки ценятся у коллекционеров. Ирина Мокрецова, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.